В этом видеоролике я коротко расскажу об автоматических лебедках от австралийского производителя South Pacific. Перед нами две модели автоматических лебедок, отличающихся по мощности электродвигателя и требованиям к якорной цепи. Это модели 710 Pro и 900 Pro Mighty, что в русском переводе означает «могучая». Как видите, лебедки отличаются габаритами, так как предназначены для разных нагрузок. Модель 710 работает с цепью диаметром 6 мм с длиной звена от 18 до 20 мм и имеет нейлоновую звездочку. А модель 900 работает с цепью диаметром 8 мм и оснащена звездочкой из нержавеющей стали повышенной прочности. В этом обзоре мы не будем вскрывать корпус, так как наши лебедки новые, полностью рабочие и находятся на заводской гарантии. Как видно из предупреждающей наклейки, вскрытие корпуса может повлечь отмену гарантийных обязательств. Давайте посмотрим комплект поставки одной из лебедок. Инструкция по эксплуатации на английском языке. Здесь можно найти технические параметры, рекомендации по установке и пользованию этой лебедкой. Шаблон для нанесения разметки на место установки. Мягкая прокладка из неопрена, которая будет находиться между лебедкой и корпусом лодки. Видеоинструкция по установке лебедки на английском языке от производителя. Монтажный комплект, состоящий из нержавеющих болтов, гаек и шайб. Шестигранный ключ под некоторые болты. Трехпозиционная кнопка дистанционного управления лебедкой с комплектом клемм для ее подключения. Автоматический предохранитель, также с комплектом клемм для его подключения. В этой коробке находится управляющий соленоид, через который осуществляется переключение режимов работы лебедки. На нем можно видеть планку и его крепление к переборке. Также комплект клемм для подключения силовых проводов и предохранитель на 5 Ампер во влагозащитном корпусе. И последнее, что осталось у нас в коробке, это инструкция по подключению соленоида в электрическую цепь, опять же на английском языке. Для демонстрации работы лебедки мы подключим только одну модель, 710. 900 работает аналогично. Сейчас мы используем нержавеющую цепь с диаметром звена 6 мм и внутренней длиной звена 18,5, что полностью соответствует характеристикам этой модели. А теперь заправим многопрядный синтетический якорный фал диаметром 12 мм. Как видите, звездочка лебедки имеет специальную конусную ложбинку для троса с ребристым профилем. И поэтому трос не будет проскальзывать под нагрузкой. Как вы понимаете, цепи трос в боевых условиях должны уходить в якорный ящик и там компактно укладываться. Поэтому якорный трос для автоматических лебедок должен быть мягким и гибким. Специальные укладчики не дают сделать тросу более одного витка на звездочке или соскочить с нее на выборке или сбросе. Наша лебедка оснащена функцией Free Fall, то есть свободный сброс якоря под собственным весом. Этот режим можно активировать или наоборот блокировать вот этим переключателем на корпусе. Как видите, в режиме Free Fall на сбросе якоря срабатывает соленоид, расцепляющий звездочку и электромотор, и она свободно вращается. Это бывает полезно для быстрой постановки на якорь. После остановки звездочка блокируется. Надеюсь, это видео было вам полезным. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok